Всем привет! Добро пожаловать на программирование на языке LOW для Roblox Studio. Это первый урок по поиску пути для NPC, для монстров, для чего угодно. Так, давайте запустим, посмотрим. У меня есть три NPC. Два тупых и один вообще совершенно тупой и ленивый. В общем, мы попробуем сделать так, чтобы наш NPC оказался умнее, чем эти два и смог добежать до вот этого розового флага. Почему флаг розовый? Да потому что в статье, которую в сентябре обновили 19-го года на Roblox, есть такой пример. Давайте посмотрим, что такое Pathfinding Service. Это такая служба, которая позволяет из заданной точки, например, из стартовой точки А в точку Б, найти путь. Как обойти все препятствия и дойти до этой точки. Благодаря этому сервису, хотя у меня не было такого еще урока, где NPC двигаются, но обычно более простой пример, это когда NPC двигается по прямой. Так, ну ладно, к этому мы вернемся. Ну, вы поняли, что наши NPC-шки смогут огибать препятствия, смогут находить, допустим, мостики, проходить по этим мостикам и так далее. Так, что-то за странная у нас такая картинка. Оказывается, при проектировании уровня, если вы действительно хотите, чтобы у вас NPC-шки были умные и могли добраться до любых мест, нужно очень правильно генерировать, ну, точнее, не генерировать, а если вы сгенерировали ландшафт, вы должны его потом исправить. Если вы поставили какие-то объекты, тоже должны исправить. Как узнать? На этой иллюстрации показан режим визуализация навигационных мешей. Если присмотреться, то это такие маленькие стрелочки. Вот, например, до края сюда добегает, и здесь мы видим стрелочка, которая перепрыгивает вот эту вот расщелину и так далее. Это все возможные пути, как, например, из этой клеточки попасть в соседнюю. Если стрелочки нет, то, значит, можно просто пройти. Этот сервис, служба, PassFinding сервис, он для нас рассчитывает, для каждого NPC, у которого мы вызываем эту службу, он для каждого может рассчитать путь. Нарисовать как будто вот по карте ручкой, что идти отсюда, пройти через мост, потом завернуть и подойти к этому розовому флагу. Так, ну давайте попробуем этот режим. Включим на секундочку. Включайте вот так, файл. Сеттинг. Листаем самый низ. Ну, здесь Studio сначала, листаем самый низ. В визуализации, вот есть единственная галочка. Ну, может быть, я его не буду включать, но мы увидели, что здесь есть... Здесь есть... У вас, кстати, может окошко появиться, и оно попросит, давайте перезагрузим Roblox Studio. Вы можете сказать, что потом. У меня без перезагрузки работает программа. Ну, здесь нужно, конечно, смотреть, знать параметры ваших NPC-шек, до какой высоты они могут допрыгнуть. Ну, я вот уже вижу, что высокие стрелочки, здесь уже, конечно, наш персонаж не пройдет. А что-то вот такое запросто. Так, ну, давайте отключим. Эту визуализацию, она, в принципе, не нужна. Но, возможно, в следующих уроках, когда я буду показывать платформы, ну, допустим, какой-нибудь обе, где вы должны соревноваться с NPC-шкой на скорость, ну, что-нибудь такое. Как мы будем позиционировать обе, смотря вот на эту дополнительную информацию с Navigation Mesh, с этими стрелочками. Итак, дальше. Ну, дальше нам свойства пока и вам, наверное, тоже не интересно. Вы статью можете прочитать. Давайте перейдем к гайду. И мы потихонечку с вами будем переводить и тестировать. А потом добавим немножко мозгов, которых не хватает вот в этой статье нашему, моему любимому NPC, который такой ленивый. Ну, надеюсь, что он придет первым до флага. Итак. Так. Был такой урок. Я его скипнул, пропустил. Потому что урок, на самом деле, вы его посмотрите. Там интересные вещи вам говорят про то, как заставить NPC двигаться между несколькими точками. Из одной точки в другую вы, наверное, догадаетесь, как его передвинуть. А вот как сделать, чтобы он обходил, патрулировал, например, местность. Но мы с вами в следующих уроках по пассфайдингу. Мы сделаем все то же самое, но уже с пассфайдингом. Чтобы наши NPC-шки могли огибать какие-нибудь бочки, препятствия. И тем не менее патрулировать, как живые люди, территорию. А в предыдущем уроке, если на пути нашего NPC, ну, допустим, появилась расщелина или стена, то все, он упрется в эту стену и будет стоять, как дурачок. Так. Итак, в том туториале вы выучили о том, как персонажи могут двигаться по прямым. А в этой статье, которую мы сейчас с вами сочетаем, мы как раз узнаем о том, как можно двигать NPC по более сложным пути вокруг препятствий. Также известный этот способ пассфайдинг. Итак, что нам нужно подготовить? Нам нужно подготовить, ну, естественно, нужно этот сервис, как мы уже, наверное, привыкли. Давайте посмотрим, где у нас там NPC-1 скрипт. Вот он. Так, свойства убираем. Вот. Мы в переменную получаем пассфайдинг сервис. И потом мы будем его просить сделать те или иные вещи. Так, подготовим некие переменные. В этих переменных будет ссылка на наш NPC, который мы будем двигать. NPC я взял из Toolbox. Но сразу могу сказать, что надо искать по имени, так, по имени, по имени, по имени, по имени, допустим, NPC и R15. Так, в моделях ищем. И вот так примерно ищем. NPC, R15. В принципе, это все работает и для старых моделей. Ну, выбираем что-нибудь. Если не будет работать, попробуйте другую модель. И еще, не забудьте, если вы поставили NPC-шку, например, на землю, вот так, то, видите, когда я его двигаю, под курсором слово Join, он у меня прилепился к земле. Он просто у вас не пойдет, он будет прилепленный. Так что не забудьте его или отлепить в редакторе, или чуть-чуть приподнять, чтобы разорвалась связь с землей. И все. Это я вас о тех ошибках, которые могут вас подстерегать заранее. Предупредил. Но этот урок вместе со скриптами можно будет скачать сегодня по ссылке под этим видосиком. Так. Ладно, возвращаемся к нашему первому NPC. Так. Дальше мы должны ссылку на гуманоида получить, который у нас находится внутри нашего NPC. Это все стандартно. Если вы из тулбокса что-нибудь брали, или смотрели, как устроен игрок, то вы, наверное, знаете, что есть такая часть гуманоид. И мы должны задать точку, которой стремится наш NPC. В данном случае это пинг-флаг. Ну, я просто пинг-флаг, любой пинг-флаг нашел тоже в тулбоксе. Можете просто поставить парт, любой, ну, любой кубик. И использовать его тоже как точку назначения. Для простых каких-то примеров. Так, что же нам хотят? Давайте теперь создадим путь. Так. Ну, давайте создадим путь. Так. Так. Когда мы создаем путь, мы обращаемся к нашему сервису, который мы уже получили в переменную. И можем передавать ему параметры. Что за параметры? В этих параметрах мы можем передать рост нашего человечка и радиус. В принципе, рост и радиус человечка может вычислить и сам Роблокс. Для чего это нужно? Например, рост человечка. Может быть препятствие. Какая-то арка. В виде буквы П. Под которой может пройти человек ростом, ну, допустим, 10 стадов. А мы можем указать здесь рост. Ну, давайте посмотрим, как тут указывать. Вот примерно так написано. Пас парамс. Нужно передать первый параметр в ключе. Agent Radius. Ну, в следующих уроках мы, наверное, будем это использовать. Сейчас мы по умолчанию все сделаем. Agent Radius. Два стада. Радиус. Это значит слева нашего NPC. Два стада справа. Два стада. Ну, понятно. По окружности. Это если мы здесь сделаем радиус побольше. Например, 10. То он будет за 10 стадов обходить препятствия. Не будет их касаться. Будет их огибать. Иногда это очень интересно. Для того, чтобы ваши NPC-шки и монстры не жались близко к стенам. Или сделайте у некоторых монстров это число разным. Тогда они у вас не будут сливаться. Не будут толпиться в одном месте. Одни будут бежать чуть ближе к стенам. Другие чуть дальше. Высота нашего агента. Нашего NPC-шника. Для которого мы рассчитываем этот проход. Кстати, этот проход мы можем рассчитывать не только для NPC. Нам вообще выдадут список точек. Как пройти из точки А в точку Б. И мы можем, допустим, для нашего игрока узнать. Есть путь проходимый или нет. Это можно использовать на таких плейсах, где все время случайная земля. Террейн генерируется или взрываются и падают разные блоки и могут преградить путь. Так что вы заранее можете для своего игрока рассчитать, есть победный путь или нет. Плюс можете сразу посчитать предварительно на сгенерированном уровне, за какое время примерно игрок может добежать из точки А в точку Б. Не важно, это я забегаю вперед, просто вам даю кучу идей, как можно использовать, кроме управления NPC-шками. Вот этой штукой. Итак, создали мы путь. Так, так, так. Как мы его создаем? Просто параметры. И просто у нас путь. Мы еще в этом пути не указали, куда нам идти. Так, вот как двигаться вдоль этого пути. Ну, давайте попробуем, запустим этот пасфандинг и посмотрим. Наш зомбяк, NPC-шку они так называют, имеет чуть больше мозговых извилин, чем обычный зомби в предыдущем уроке, ну, про который я вам говорил, где движения по прямой рассматриваются. Тут реальчики. Так что этот зомбяк не пойдет напрямую через яму, он ее обойдет безопасно. Так, ну и давайте попробуем. Так, эти у нас переменные уже созданы, нам предлагают попробовать. Это у нас... Во, смотрите. А здесь пишут вот такую вещь. Не передает ни радиус нашего игрока, ни его высоту. По умолчанию возьмется двойка, это радиус, ну и там, по-моему, пятерка, что ли, высота, я забыл уже. Так, что там нужно теперь? А давайте теперь вычислим путь. Мы только создали пустой путь, который еще не знает, куда мы его будем высчитывать. После того, как мы создали путь для конкретного игрока, нужной ширины, высоты, толщины, мы должны его вычислить. А этот шаг автоматически не происходит после того, как мы создали путь. Мы должны поэтому попросить вычисленного. Чтобы вычислить путь, мы должны вызвать такую функцию. Compute Async. Значит, вычисли нам параллельно. Пока у тебя есть время на это, уважаемый сервер. Так, и он нам должен вернуть, после того, как служба PassFinding вычислит, она вернет нам в переменную, в какую мы укажем, такой объект типа путь. В нем будут находиться две координаты. Координаты, ну, вектор 3 для начала, для стартовой позиции, и для финальной позиции, куда мы должны прийти. Так, ну вот здесь уже видно, что добавили строчку вычисления пути. Переменную путь. Переменная, вот она у нас создана. Не переменная, даже там уже у нас объект путь. И теперь мы вызываем функцию у этого объекта. Вычисли путь для кого. Первым параметром у нас... Что-то у меня здесь не листает. Первым параметром у нас мы указываем позицию нашего NPC-шника, нашего зомби. А вторым параметром позицию, до куда мы хотим дойти. Ну, ладно, нормально. Теперь путь вычислен из точки А в точку Б. И нам вернули такую штуку, которая называется Waypoints. Это небольшие координаты. Что я вам говорю? Табличка с координатами. Весь путь будет разбит на несколько шагов. Например, на 20 шагов. Первый шаг, это значит, идей с текущей точки чуть-чуть вперед и направо. Потом поверни налево. Ну и так далее. Давайте-ка мы этот путь уже вычислим. Потому что скучно на текст смотреть. Так, что у нас там? Есть у нас эти строчки или нет? Так. Значит, создали объект путь. Объект путь попросили вычислить из начала координат с позиции нашего NPC1 и вторая позиция. Обращаю внимание, что у нас Pink Flag это модель. Поэтому у него указано еще Primary Part. Primary Part я указал. Ну давайте посмотрим в свойствах. Что я там указал? Вот. All. Это я указал древко. Значит, вот эта вот штука является главной частью в модели. И к ней мы как раз, к ее координатам и будем стремиться. Ну ладно, возвращаемся к нашему скрипту. Все понятно, вычислили. Получили переменную Waypoints. Отлично. Мы можем напечатать. Давайте посмотрим. У нас он еще ходить не умеет, но мы хотя бы напечатаем сколько шагов. Сделать. Там не совсем шаги. Ну как бы сколько сегментов. Насколько кусочков разбит наш. Мы должны увидеть здесь число. 38. Ничего себе. Вот наш ленивый NPCшник. И он за 38 таких сегментов должен дойти. Но он никуда не идет. Теперь мы должны ему сказать. Так. Давайте даже не скажем. Давайте визуализируем. Нарисуем. Как вот в каких-то там сказках. В пещере. Или это про лабиринт Минотавра. Наверное, немножко не то. Крошки кто-то бросал. Чтобы найти путь назад. Мы эти крошки. Вот у нас есть таблица с координатами. Мы по этой таблице пройдем. Все координаты возьмем. И на каждом стыке сегментов нашего пути мы оставим некий шарик светящийся. Ну как бы крошку. Так. Ну это простой дуа-код. Здесь ничего такого сверхъестественного нет. Этот цикл получает из итератора каждый раз следующий-следующий сегмент нашего пути. И нам интересно только waypoint. У waypoint у каждого сегмента есть атрибут позиции. Вот нам нужна позиция. Мы на этой позиции на карте. Мы должны эту точку положить. Чтобы точки не скатывались, мы их якорем закрепим. Ну и can collide сделаем false. Потому что они могут быть где угодно. И после этого мы их закрепляем на нашем workspace. Ну давайте запустим. Надеюсь, хоть путь-то нам просчитают. Покажут, как должен IPC ленивый бежать. Ну отлично. Смотрите, мы по этим точкам можем добежать. Странно. Почему-то он через стену как-то прошел. Вроде все нормально. И он подходит к нашему флагу. О, даже на флаг почему-то сверху. Ну ладно, хорошо. Так. Устанавливаем. Смотрим наш гайдлайт дальше. Вот что-то похожее мы получили. Так. Движение по пути. Чтобы двигаться по пути, самый простой способ это вызывать функцию moveTo. От waypoint к waypoint. Ну значит от сегмента к сегменту. В нашем скрипте мы можем это сделать просто двумя командами. Ну и сделаем... Добавим эти две команды в тот же самый цикл, в котором мы рассыпали крошки. Просто он у нас первую крошку рассыпет, и мы к этой первой крошке сделаем шаг. Так. Вот эти у нас строчки. Вы, во-первых, и статью можете посмотреть, и считать все. Лучше повторять за статьей, чем скачивать мой файл. Так вы больше научитесь. Так. Что у нас здесь делают? В переменной гуманоид. Да, у нас находится гуманоид нашего NPC. И мы его двигаем в текущей позиции. Вот waypoint.position, где рассыпана у нас крошечка. И ждем. Ждем, пока он дойдет до этой точки. Потому что он идти может даже в секунду. Кстати, если он не успевает дойти до следующей точки за 80 секунд, все останавливается. Ну, мы это на следующих уроках посмотрим. Это для того, чтобы не застревали NPC-шки. Допустим, он пытается куда-то пройти, и где-то застрял. И пытается, пытается. И через 8 секунд все равно произойдет событие. Про эти события мы потом поговорим. Для того, чтобы не застрял. Для того, чтобы мог он вылезти из этой дыры, где застрял, и попробовать найти другой путь. Так. Ну, давайте запустим. Сейчас, вроде бы, наш NPC-1 должен за своими точками побежать. Так, ребята. Что-то вот он побежал. Ну, ладно. Давайте я временно ему стенку сделаю прозрачной. Так. Где наша стенка? Вот она. Так. Так. Надеюсь, я все правильно делаю. Так. А он... Смотрите. Он пошел не через стенку. Пошел другим путем. Ладно. Ладно. Тогда я стену возвращаю на место. Ну, в любом случае, он не смог залезть на горку. Но уже здорово. Он уже подходит к нашему... К нашему флагу. Что же там еще нам осталось? Так. Ну, здесь можно посмотреть видео, как он проходит. Мы это видим и у нас в игре. Как разобраться с путями, которые заблокированы. Вот во многих мирах Роблокса, миры, ну, плейсы динамические. Некоторые парты, некоторые предметы могут двигаться или падать. Пол может проваливаться. И таким образом все это может заблокировать ваш вычисленный путь. И получается, где-то на полпути ваш NPC просто остановится. Ему что-то преградит путь. И он не сможет достигнуть флага своего. Вот. Чтобы такую ситуацию разрулить, мы можем присоединить событие, которое называется blocked, заблокирован. Когда путь будет заблокирован после того, как он просчитан. Мы можем... Ну, это событие объекта путь. Путь мы высчитали. В нем... Ну, сейчас по коду посмотрите. Так. И вот если такая штука произошла, мы можем пересчитать заново путь. Например, вокруг того, что это блокирует. Например, упал камень, загородил вам тропинку. Мы можем пересчитать. И тогда наш NPC вернется назад и обойдет как-то по другой дорожке. Так. Что же здесь делают? О, здесь уже... Здесь уже много чего добавили. Здесь много чего добавили. Так. Ну, давайте пока объяснение посмотрим. Здесь целый код у нас есть. Я не знаю. Давайте я этот код... Да, давайте я его скопирую. Я им заменю все, что у нас здесь есть. Красивые крошки, к сожалению, исчезли. Я опять ставлю NPC1. Потому что у меня NPC1 называется мой умный NPC. Ну, вот сейчас он сможет отреагировать, если его путь заблокируется внезапно. Но у меня ничего интерактивного нет в этом плейсе. Поэтому, видите, он даже перед стенкой остановился. Честно говоря, я немножко разочарован в поиске пути, если простая стенка его останавливает. Ну, не все так просто. Не все так глупо в этом поиске пути. Давайте добавлять извилины нашему суперчеловечку. Но сначала давайте пройдемся по коду и узнаем, что же сделать. Ну, тут написано. Первая часть нашего кода примерно такая же, а вот дальше уже начинается что-то новое. Мы добавили две локальные переменные. Waypoints, где будем хранить путь. И текущий WaypointIndex. Это означает, вот смотрите, вот, допустим, этот наш путь от 1 до 13 сегмента. Здесь иди немножко вперед, здесь поверни налево, здесь еще немножко вперед и так далее. И вот когда мы идем потихоньку по этому пути, 1, 2, 3, 4, 12, мы потихоньку переходим с этого сегмента на второй, на третий, на четвертый. И вот как раз здесь, вот, CurrentWaypointIndex, и будет храниться число. От единицы до длины, ну, до количества сегментов, которые вот в нашем пути вычислено появились. Это очень важно, хранить текущую позицию. Важно это для чего? Сейчас узнаем. В следующей функции, FollowPass, содержится много, ну, уже использованных нами ранее команд, и плюс немножко в 21 строчке написано проверка на ошибку. Если, например, в начале, когда мы вычисляем ComputeAsync, мы пытаемся наш путь вычислить, вы знаете, что бывают такие ситуации, что путь вообще может отсутствовать. И в таком случае, ну, надо сразу сказать, что мы не можем никуда добежать, ну, нужно что-то делать, другую программу включать, или другую точку назначения нашему NPC давать, иначе он однозначно не сможет дойти. Так вот, если у нас вычисление пути успешно произошло, то мы получаем вейпоинты и сохраняем их вот в переменной вейпоинтс. Но дальше мы устанавливаем текущий вейпоинт индекс в единицу. Помните, я вам говорил, что вот у нас, допустим, вычисленные раз в 25 сегментики, мы устанавливаем, что мы сейчас находимся на первом. Ок. Так. И начинаем двигать нашего зомбичка к первому сегменту. Так, это вот в этой функции. FollowPath. Давайте я ее буду смотреть. Уже у нас в скрипте. Так, давайте, где они там ошибку проверяли. Во. Смотрите. Вначале мы получаем, создаем путь. Потом мы его пытаемся вычислить. Вот здесь, в этой функции. И проверяем. Вот здесь проверка на ошибку. Оказывается, ну это можно посмотреть в документации API спокойненько. Есть такой атрибут статус. И в нем может, не может, а должен обязательно появиться, должно появиться значение, которое совпадает со значением enum.pstatus.success. Это означает, если оно совпадает с этим, то значит да, путь найден. А иначе, иначе ошибка. Мы можем напечатать, что путь не найден. Можно здесь принт добавить для отладки, но не будем. Потому что у меня пути вроде бы находятся сейчас на place. Итак, если путь найден, в waypoints мы все сегменты нашего пути занесли. Установили, что мы сейчас первый сегмент проходим. И направляем нашего NPC-шника на первый сегмент. Здесь никаких циклов нет. Просто ему говорим, делай шаг вперед. Ну как бы первый сегмент пройди. И как мы берем координаты первого сегмента? Вот у нас таблица с waypoints. Текущий индекс. Куда нужно идти? Единичка. Вот в этой переменной. Значит здесь единица. И вот на эту позицию мы толкаем нашего гуманоида. Если же путь никакой не просчитан, то мы нашего гуманоида говорим, иди туда, где ты сейчас стоишь. Для чего это нужно? Ну, движение гуманоида там автоматизировано. Движение ног. Иногда, как бы, движение на то же самое место, где ты стоишь, позволяет исправить положение ног. Например, чтобы из шагающих они стали, ну там, как у стоящего человека. Окей. В общем, эта функция один раз вызвалась. Мы рассчитали путь. Путь у нас теперь лежит. Waypoints здесь лежат. Путь индекс здесь лежит. Видите, мы специально создали переменные до функции. И мы потом заносим их. Из этой функции мы заносим переменные, которые доступны в любой функции. И вот наша функция. Везде мы обращаемся к этим переменным. Это вот текущая. Так, я забегаю вперед. Ну, в любом случае, я правильно сказал, что к этим переменным, где у нас лежит путь, мы имеем доступ из этой функции, из этой. Что за функции такие? Это функция, которая будет двигать нашего игрока. Так. Ну, давайте читать описание. У меня попроще был код. Так. Ну, теперь... Ага. Ну, в плейсах, где динамически может быть заблокирован путь, наш просчитанный, проблематично просто в цикле перебирать все эти точки. Иначе у нас наш человек остановится где-то, где его путь заблокирован и дальше не пойдет. Вот. И в цикле... Поэтому цикл, который я использовал, ну, где мы рассыпали крошки, вот, перебирали waypoints с помощью pairs. В цикле. У нас просто человек заблокируется и все. Остановится и все. Вполне вероятно. Функция. В этом скрипте onwaypoint reached функция, написанная функция, которую мы сейчас рассмотрим. Ну, вот она у нас здесь, сейчас мы ее рассмотрим. Она движет нашего сэндвичка вперед только после того, как мы достигли следующей точки. Ну, вот смотрите. Так. Ричд, это мы передаем сюда флаг переменной. Дошли мы уже или не дошли? Там может быть истинно или ложь. Так. Если мы дошли до конца пути, или если наш текущий индекс в списке вот этих вот шагов меньше длины списка... Ой, ну, так, сейчас будем здесь смотреть. Вот, вот, вот. Все еще. Так, ребят. Ричд флажок означает, что мы дошли. Мы дошли до следующего вейпоинта. Итак. Если мы дошли до следующего вейпоинта, и если наш текущий вейпоинт еще меньше общего количества вейпоинтов, которые нам рассчитал сервис поиска пути, то мы тогда увеличиваем индекс. Как бы мы сейчас, допустим, находились в первом currentWayPointIndex, и мы к этому первому прибавляем единицу и заносим опять в currentWayPointIndex события на следующий сегмент. И мы толкаем нашего гуманоида, уже даем ему команду гуманоид moveTo, и берем следующие координаты. Координаты, которые находятся по вот этому индексу. Мы вейпоинтах вообще не трогаем, это таблица со всеми сегментами. Мы просто меняем индекс. Мы его каждый раз увеличиваем. Ну и вот взяли позицию этого вейпоинта. Ок. Значит, эта функция берет следующий сегмент нашего пути и толкает, ну не толкает, а говорит нашему гуманоиду, иди на него. Так, ну ладно, это маленькая функция, которая выполняет. С помощью нее мы не можем путь пройти, мы ее должны как-то использовать. Ну и последняя функция написана onPathBlocked, которая переводится на русский. Если вдруг путь заблокировался. Так вот, эта функция соединена с событием blocked в 49 строке. Так, ну давайте посмотрим, что за... Да, ну вы знаете, с помощью коннекта мы соединяем blocked это событие, которое может произойти. Но чтобы какая-то функция вызвалась во время происхождения этого события, мы должны ее коннектом подсоединить. И вот у нас эта функция, onPathBlocked. Давайте мы ее рассмотрим. В нее передается индекс. Ага. Вот это функция, событие blocked, оно в любую приконнеченную функцию присоединенную, она в единственном параметре передает номер сегмента, на котором у нас наш путь заблокировали. Например, смотрите, вот это сегменты, вот эти цифры. И 5, и 6, и далее, до 52-го. Вот мы сейчас стоим на 40-м сегменте. И вдруг где-то впереди у нас на дороге на 46-й сегмент упал булыжник. Он нам загородил наш путь. Значит, мы уже не добежим с 40-го по 52-й. Ведь это вот, ну допустим, на 44-м булыжник. Тогда нам в эту функцию, вот в этот параметр вернут число 44. Ну и что нам это число говорит? Оказывается, мы можем это число сравнить с текущим. Вот у нас мы сейчас, наш индекс, вот мы находимся на 40-м пути. Ой, на 40-м шаге нашего пути. А заблокировали нам путь впереди, ну в большее число, больше индекс на 44-м. И мы сравниваем. Если точка блокировки больше, чем наша текущая, значит все, впереди путь заблокирован. А вы знаете, что это событие может случиться и во время того, когда нам заблокируют сзади. Например, сзади за нами на шаге на 35-м, который мы уже прошли, но сзади упала какая-то глыба и заблокировала. Ну и плевать нам на нее. Мы просто вперед побежим дальше до нашего футбора. Так что мы должны среагировать только, если впереди нас по шагам что-то заблокировали. Ну окей. Если вдруг у нас все заблокировали, то тогда лопас, что у нас делает эта функция, я уже забыл. То еще раз вычислить, пересчитать путь. Эта функция считает путь с самого начала. С текущей точки, где у нас стоит наш зомбик, до... Вот здесь мы передаем объект, до которого хотим дойти. И вот до позиции этого объекта. То есть, что происходит? Если у нас впереди нас заблокирован... Ой, извините. Вот здесь. Если у нас впереди нас заблокирован путь на каком-то шаге, то мы с текущей позиции, где стоим, мы пересчитаем. Вот мы сейчас стоим, например, на 40-й. И мы должны попасть на 52-ю. А здесь у нас блокировка. Мы пересчитаем, и у нас как-то вот по-другому обойдет. Уже будут другие сегменты. Они уже будут нумероваться опять с первого. Так как мы заново посчитали. 1, 2, 3, 4, 5, ну, допустим, 12 шагов. Вот так. Вы можете по-своему писать. Эта функция не имеет никакого отношения к Roblox. Это просто в примере нам вот показали. А вот так вы можете сделать, например, справиться с блокировкой. Так. Соединили. И теперь можно с помощью вот такого события мы узнаем, когда у нас гуманоид прошел, ну, помните, мы его двигаем муфту, с помощью муфту. Когда он доходит до точки назначения, в нашем гуманоиде тоже происходит событие. Но это уже в гуманоиде. Это не имеет отношения к waypointам никаким. Гуманоид запускает события. События называются... Кстати, все события, которые гуманоид запускает, можно посмотреть тоже в документации по Roblox. Там много интересных. Мы будем некоторыми пользоваться. Например, когда будем включать динамическую музыку. на уровне. Да. Итак, только наш гуманоид, значит, дошел успешно до следующего сегмента, запускается функция onWayPointRitched. Вот она. onWayPointRitched. Она передает истину true. Если мы действительно дошли этот шажочек до этого сегмента, вот у нас true здесь, но мы это уже рассматривали. Если мы еще не дошли до конца, то берем следующую точку и уже посылаем нашего гуманоида на следующий шаг. Шагать до конца следующего сегмента. И когда он опять дойдет до следующего сегмента, опять произойдет вот это событие, что гуманоид завершил движение до следующего сегмента. И опять вызовется эта функция. И она будет вот так срабатывать, пока наша текущая позиция будет меньше последней. Так что в принципе он когда дойдет до последнего сегмента нашего пути, он там остановится и будет стоять, ждать. Ну и follow path destination это мы первый раз здесь мы видите эту же функцию заново пересчитываем, когда у нас булыжник что-то там нам загородил. Но мы первый раз все равно должны высчитать путь. Вот мы первый раз ее и запустили. Эту функцию. Так. Ну все вроде бы. Давайте запустим. Или я уже вспомнил, что наш человек добегает до на этом как бы мы уже тему урока точнее перевод этой статьи закончили. Все там больше ничего нет. Давайте все-таки добавим каких-то мозгов в нашем NPC мне не нравится. Статья закончена, а он стоит и в стенку сжимается. Бедный. Так. Что там у нас еще? Есть. Ага. Вот еще предупреждение. Ребята, если вас заблокировали, то не оставляйте переменную путь, а вы ее постараетесь уничтожить с помощью функции Destroy. Вот. Ну вообще подумайте, что, какие переменные нужно очистить. В нашем примере этого делать не надо. Но если игра огромная, там это может приводить, конечно, к использованию памяти, лагам и так далее. Так. Ну, вывод этой статьи, как вы видите, что Pathfinding Service служба позволяет более умных зомбиков в среднем делать. Так. Ну и все. Да? Ничего нам не дают. Окей. Тогда мы сами продолжим. Так. Где же у нас идет движение? Вот. Move to. Давайте так. Давайте посмотрим Waypoint. Здесь были ссылочки на Waypoint. Что можно узнать на каждом шаге. Может быть, там какие-нибудь подсказки у нас есть для того, чтобы мозгов добавить. Так, так, так. Так. Путь здесь, наверное, будет. Или можно вот из этого сервиса. Здесь, наверное, быстрее будет. Сейчас, ребят, сделаем, будет все круто. Вот. GetWaypoints. Окей. GetWaypoints. И нам сейчас скажут, что возвращает. Возвращает GetWaypoints, ну, понятно, что таблицу. А вот. PlaceWaypoints. Так. О! О! Оказывается, у каждого в Pathwaypoint еще есть некий атрибут Action. Action говорит, что же нужно делать на этом пути, на этом сегменте. Либо там плыть, либо идти, либо прыгать. Ну, видно, что в Roblox всего два события. Walk это значит идти, этот сегмент. А если у нас выводится Jump, то лучше этот сегмент в нашем пути перепрыгнуть вперед. Ну, как вы видели, наверное, на примере одного из NPC-шек, вот который у меня справа берега, вот этот NPC-3, да, он спокойно переплыл речку. Поэтому волк, он просто плыв. И это хорошо, что нам не нужно задумываться о плавании. А вот прыжок, может быть прыжок нам позволит перепрыгнуть стенку, вот эту. Давайте, во-первых, узнаем, как нужно взять. Так, ну вот здесь мы будем брать не позицию, куда нужно идти, а Action. Action. И давайте напечатаем. Выводиться будет информация только про этого NPC-шника, для которого я скрипт изменяю для первого. Поэтому если вы один и тот же скрипт используете на 30 NPC-шниках, вы увидите много смешанных чисел. О, волк, 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 и вдруг Jump. Отлично, он дошел до стены и думает, что надо прыгнуть. А прыгать-то он не умеет, поиск пути тоже не имеет никакого отношения к нашему прыганию. Так, ну ладно. If Waypoint Action. Вот нам сейчас помогут Enam. Пишем Enam. 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 Пишем Way. Вот Pathway Action. Точка. И вот всего два типа. Нам нужен прыжок. Then. Окей. Если прыжок, ну давайте заставим нашего гуманоида изменить свое состояние на прыжок. Change State. Так. И тоже Enam. Я вот на память не помню. Я пишу Enam, потом гуманоид и выбираем гуманоид Гуманоид State Type. Точка. И вот что он умеет карабкаться. Мертвый падает вниз. Летит. Так. Jumping. Отлично. Ну все. Не дай бог ты сейчас до флага не добежишь. Я даже не знаю что я сделаю. Опа. Ну что красавец добежал. Он еще и на флаг запрыгнул. Но этого я конечно не ожидал. Ну вообще молодец. Ладно. Текст этого урока можно будет скачать. Но я еще раз советую во-первых подписаться на канал поставить лайки и ссылка на статью вы ее конечно можете и в видео узнать. Но я вам советую даже если вы английского языка не знаете все равно посмотреть на код подумать как он там работает. Здесь видите мы с вами проверили весь код. До этого некоторые статьи были с ошибками с опечатками но видите потихоньку все улучшается в нашем робоксе. Итак жмем колокольчик подписка донаты и вопросы в комментариях. Пока.